Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады, что с каждым днём подписчиков у нас становится всё больше и больше, а значит мы работаем не зря. Смотрите, смейтесь на здоровье! Сарочка, доброе утро! Ой, спокойно, тихо. Доброе утро, это когда на часах 11, на календаре лето, а за окном море. Чтобы сделать секс жёстче, Настя во время секса сказала Олегу, что она за Путина. Ах, жизнь, да. Жизнь, Сима, страшная штука. Вот меня интересует вопрос. А есть такие люди, у которых нет проблем, у которых всё хорошо, им абсолютно всё равно, что творится в этом мире. Есть. Да ладно. И где их можно увидеть? Их можно увидеть, когда они спокойно себе лежат, голые, и на большом пальце ноги у них бирочка с фамилией. Однажды Ольга Бузова гуляла по берегу озера Байкал. И она спросила у озера. Озеро, скажи, кто самая лучшая певица в России? Конечно же ты, Олечка, ответила ей озеро Байкал. Ну, в общем, как говорится, это был пиздёж чистой воды. Ругаются два программиста. Один другому говорит, чтоб тебя в гугле забанили. А второй ему говорит, а чтоб тебя в бане загуглили. Я вам скажу, что американцам очень повезло, что убили негра, а не гомосексуалистов. Представляю, как бы выглядели извинения. Но я, как представитель белой расы, до глубины корней возмущён, что белую дездемону вот уже не одно столетие душит перед всеми практически каждый вечер мавр. И никто не становится перед нами на колени. Доколе! Одна девушка заблудилась в лесу, долго ходила по лесу, не могла найти дорогу, выхода. И вот она выходит на какую-то тропу, по этой тропе выходит в незнакомую деревню. Уже поздно. Она думает, как же, где-то надо переночевать. Она стучится в одну избу и ей говорят, не-не, идите, у нас это всё занято. Она приходит в другую избу, стучит к ним, её тоже не пускают в третью избу, в четвёртую. И вдруг заходит в одну из изб, ей открывает такой глузин, на пороге стоят ещё трое братьев, смотрят на неё. Она говорит, пустите переночевать. Она говорит, эээ, с удовольствием, заходи. Она заходит, говорит, можно покушать что-нибудь, выпить и переспать? Нет, я заблудилась. Она говорит, конечно, можно и покушать, и выпить, и переспать. Только давай так, а? Мы тебе загадываем загадку, да? Если ты её не отгадываешь, я и мои трое братьев будут спать с тобой, да? Она говорит, хорошо. Ну, она поела, выпила, готовится ко сну, они ей загадывают загадку. Маленькая, красненькая, на дереве висит. Она говорит, огурец. Они говорят, эээ, неправильно, вы, женка, ложись, мы будем с тобой спать. Под утро трое братьев лежат при смерти, один к ней обращается. Маленькая девушка, ну, скажи правильно, маленькая, красненькая, на дереве висит, это вишенка. Она говорит, да и давай не сочкуй. Это огурец. В аптеку заходит девушка в норковой шубе, провизор говорит, добрый день, чем могу помочь, что вы хотели? Она распахивает шубу, под ней ничего нет. Говорит, понимаете, я уже целый месяц не видела мужчины. Говорит, понимаю, вот возьмите, хорошие глазные капли. Мужик с утра встал, почистил зубы, помылся, побрился, выходит из ванной, встречает жену и говорит, представляешь, побрился, чувствую себя на 20 лет моложе. Она говорит, а чего ж ты на ночь не бреешься? Инспектор ГАИ у врача. Доктор, скажите, а без клизмы, ну, никак нельзя? Ха, я вас что-то не понимаю. Значит, без огнетушителя никак. А без клизмы можно, да? Два анониста встречаются, давно не виделись. Один другому говорит, ой, привет, Колян. Он говорит, привет, Ларик. Он говорит, ну что, Колян, слышал, ты женился. Говорит, Ларик, что ты такое говоришь? Что, у меня руки отсохли, что ли? Запомни, Сахачка, женщина и секс – это как чиновники взятка. В смысле, тетя Циля? Ну, как, что значит, в смысле? Вначале, не-не-не, вы шо? А потом, шо так мало? Один огромный лайнер в океане терпит крушение. Все расплылись кто куда. И получилось так, что на одном острове собрались все женщины, а на другом острове все мужчины. И мужчины ходят, видят, а на противоположном острове женщины. Двадцатилетний говорит, ну что, поплыли к ним? Тридцатилетний говорит, да-да, можно сплавать, надо только какую-то лодочку сделать. Сорокалетний говорит, да сидите, успокойтесь. Скоро сами приплывут. Пятидесятилетний говорит, куда плавать? Отсюда прекрасно все видно. Мария Ивановна дает детям задание придумать предложение со словосочетанием, как я, собственно, и ожидал. Придумали дети? Да, да, все тянут руки. Ну, давай, Петенька. Папа приехал из командировки и привез мне сувенир, как я, собственно, и ожидал. Ну, молодец, пять. Давай, Танечка. Мама получила зарплату, и мы завтра идем кушать мороженое, как я, собственно, и ожидал. Молодец, Танечка, пять. Вовочка, ты придумал? Придумал. Ну, говори давай. Катька Воронцова из параллельного класса отлично делает миньет. Что? Вон из класса, чтобы завтра с родителями пришел. Ну, вот, как я, собственно, и ожидал. Нашли дневник одной женщины, которая плыла на огромном лайнере. И читают ее дневник. Первый день. Познакомилась с капитаном корабля. Второй день. Капитан пригласил меня на ужин. Третий день. Капитан пригласил меня в свою каюту. Четвертый день. Капитан сделал мне предложение, недостойное офицера и джентльмена. Пятый день. Капитан сказал, что если я ему не отдамся, он потопит весь корабль. Шестой день. Я спасла 700 человек. Дорогой, почему ты меня никогда не называешь ласковыми словами? Это какими же? Ну, там, зая. Ну, или хотя бы бусечка. Да без проблем, заебусечка ты моя. Любовник занимается любовью со своей женщиной. И вдруг слышит, кто-то открывает дверь. Он мечется по комнате, куда прятаться. Туда-сюда. Не знает, куда спрятаться. Вдруг дверь открывается. Уже муж зашел в коридор. Она ему говорит, прыгай, прыгай. Он говорит, ты что, дура, 13 этаж. Да прыгай, сейчас не до суеверия. Парень в скверике подсаживается к девушке, сидящей на лавочке. Говорит, здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Девушка, давайте знакомиться. Молодой человек, мне нравятся мужчины состоятельные, с бабками. О, тогда я вам подхожу. У меня две бабки и одна прабабка. Да. Два мужика долго бухали. Уже такие довольно пьяные. Решили добавить. Один говорит, слушай, идем ко мне. У меня дома еще есть бухануть. Говорит, а как? Все нормально, я в доме хозяин. Ну и приводит своего друга, открывает дверь. Они заходят, говорит, смотри, это моя квартира. Это коридор, открывает вторую дверь. Это у нас гостиная. Открывает еще одну дверь. Это спальня. Он, видишь, спит моя жена. А вот рядом это я. Благодарим вас, что досмотрели нас до конца. Что радовались вместе с нами, смеялись, улыбались. Поэтому, в принципе, вы сами знаете. И про лайки, и под подписку, и приглашение своих друзей. Субтитры сделал DimaTorzok